Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Небольшой зеленый оазис посреди шумного города. У южного рынка в ближайшее время появится фонтан и лавочки для отдыха. Итоги, принятые решения и изменения. В городе-курорте состоялась очередная 64-я сессия совета. 25 июня в Анапе расправили алые паруса выпускного бала. Стройплощадка в районе Южного рынка, скрытая от посторонних глаз забором, вызывает беспокойство анапчан. Появится ли на земельном участке зона отдыха с фонтаном и зеленью, запечатленная на паспорте объекта? Наша съемочная группа побывала на стройплощадке и выяснила, кто переубедил застройщика возводить здесь капитальное строение. Крупный остановочный пункт с большим пассажиропотоком – рынок Южный, торговый центр и филиал Сбербанка. В этом районе Анапы всегда шумно и многолюдно. Зона отдыха, уютная, окруженная зеленью и украшенная цветами придется здесь кстати. И в самое ближайшее время она будет на этом участке. Решение о том, что здесь развернется строительство, было принято 8 лет назад. Этот земельный участок был передан в долгосрочную аренду в частные руки еще в 2006 году. Как рассказал предприниматель Евгений Семерок, в его первоначальные планы входило возвести здесь капитальное строение. Приступая к реализации проекта, он обратился в администрацию города за разрешением, но получил отказ. Городские власти предложили коммерсанту другое решение. Данный земельный участок был выделен в 2006 году для осуществления капитального строительства. В 2014 году я обратился к администрации для согласования проекта. Администрации были предложены решение оборудовать здесь места отдыха. Было принято решение возвести здесь фонтан, также оборудовать места отдыха граждан. Так как участок находится не в ведении администрации, мною здесь возводятся объекты некапитального строительства, то есть, как видите, павильоны европейского типа, для частичного погашения затрат благоустройства. Здесь будут конструкции легкого типа, то есть временные. Все будет в едином стиле, будет зеленая зона отдыха. Все будет красиво. Компромисс был найден. Вместо двухэтажного капитального строения на этом участке возведут павильоны из легких конструкций. А рядом – оазис, оригинальный фонтан, лавочки и зелень. Благоустройство территории идет активно. И совсем скоро баннер, на котором изображен будущий сквер, станет реальностью. Выполнение индикативного плана социально-экономического развития, земельные налоги, создание административной комиссии и другие проекты решения обсудили на 64-й сессии Совета депутатов в администрации города-курорта. Провел пленарное заседание председатель представительного органа Леонид Кочетов. Традиционно перед сессией состоялось заседание фракции партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования. При обсуждении вопроса о проекте повестки дня сессии фракция поддержала предложение своих коллег Ливона Адамяна и Светланы Хижняка о внесении поправок в проекты решений Совета о внесении изменений в решение Совета 26 декабря 2013 года об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования и о наименовании адресных объектов на территории муниципального образования город-курорт Анапа. В повестку дня 64-й сессии депутаты включили семь вопросов, Рассмотрев информацию о ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития Анапы на 2014 год, Совет отметил, администрация проводит работу, направленную на создание условий для развития экономики и социальной сферы, повышение инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности, улучшение качества жизни населения. Социально-экономическая ситуация характеризуется положительной динамикой большинства основных показателей. В связи с изменением кадастровой стоимости аквапарка, расположенного в городе-курорте Анапа, по предприятию аквапарки «Золотой пляж» увеличена ставка земельного налога для подвида земельные участки аквапарк с 1 до 1,5%. В связи с тем, что два земельных участка в этом году изменили кадастровую стоимость, по аквапарку налог в связи с этим снизился с 9 миллионов до 1,5 миллиона, по «Золотому пляжу» с 2 миллионов до 351 тысячи, в результате чего бюджет потерял 9 миллионов 139 тысяч рублей. Мы предлагаем изменить ставку налога с 1% до 1,5%, что позволит нам минимизировать потери на 1 миллион рублей. Внесены изменения в состав административной комиссии. В ее состав также включены депутаты, секретарь комитета по правовым и нормативным вопросам, занятости и социальной защите населения Евгений Нечаев и Светлана Хижняк, возглавляющая народный контроль. Утверждено положение о порядке освобождения земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования и земельных участков, государственная собственность на которой не разграничена, от незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства. С учетом поправок, предложенных фракцией единороссов, принято решение Совета о внесении изменения в решение Совета муниципального образования об утверждении правил землепользования и застройки применительно к части территории город-курорт Анапа и о наименовании адресных объектов в городе-курорте Анапа. В населенных пунктах города воинской славы Анапа названа улица в память участника Великой Отечественной войны Николая Овсяникова и анапчан, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне, Сергея Бомбелова, Сергея Молчанова, Дмитрия Орехова, Рината Саитова, Александра Коширина, Владислава Травкина, Павла Тихонова и проезд назван именем Максима Лукянчука. Внесены изменения в решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа 26 декабря 2013 года о бюджете муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Доходная и расходная часть бюджета увеличена. Увеличены, в частности, расходы на организацию отдыха и оздоровления детей, на установку спортивно-игрового оборудования и на реконструкцию детского сада «Виктория», на ремонт кровли клуба «Хутор Овесник». Меры по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на Кубане обсудили на краевом селекторном совещании. Провел видеоселектор начальник госуправления ветеринарии Георгий Джейлиди. Анапа также приняла участие в этой работе. В последние годы на Кубане повышенное внимание уделяют охране животных. Два года назад животноводству края угрожала африканская чума свиней. На повестке дня – меры борьбы с опасным вирусом. Результаты работы положительны. С 2013 по 2014 года случаев гибели павших животных нет. Вирус африканской чумы попадает на фермы из дикой фауны. Не все муниципалитеты края участвуют в мониторинге. Поголовье скота тоже не везде зафиксировано. Пример – Кореновский район. Заходит на подворье под 50 голов свиньи. В отчетах муниципального поселения это поголовье не числится. Бедслужба об этом поголовье ничего не знает. Но когда тихо, мирно, а потом будут вспышки, я думаю, что это недопустимо в целом по краю. В Анапе ситуация благополучна. Остро заразных заболеваний животных и птиц нет. На курорте большое внимание уделяют профилактике заразных болезней. Таких как бруцеллез, туберкулез, сибирская язва, ящур, бешенство, гриб птиц. Африканская чума свиней. Отрисль животноводства в общественном секторе представлена сельскохозяйственным предприятием России. 1602 головы крупного рогатого скота, в том числе 400 коров. Проведено исследование животных на вирусы и вакцинация. В частном секторе содержат более 4500 голов крупного и мелкого рогатого скота и лошадей. При проведении плановых исследований больных животных не выявлено. Для недопущения возникновения бешенства у животных Управление ветеринарии Анапского района проводит бесплатную вакцинацию собак и кошек. За пять месяцев 2014 года вакцинировано 1582 собаки и 375 кошек. В Анапе постоянно проводят работы по пресечению незаконного оборота сельскохозяйственной продукции и ввоза живых животных. Обсудили на совещании меры борьбы с заболеванием бруцеллез. Основная причина распространения вируса – несанкционированный ввоз животных из соседних республик. На повестке дня вопрос утилизации биологических отходов. Деньги на строительство площадок выделяют из краевого бюджета. Не все муниципалитеты в прошлом году освоили средства на биоутилизацию отходов. На ошибках не научились. И в этом году не все подготовили документы. У нас, к сожалению, в 10 муниципальных образованиях до сих пор не отведены земельные участки. Выселки, Гулькевичи, Гейский район, Красноармейский, Крымский, Новороссийский, Приморско-Октавский, Кемрюкский, Тихорецкий и Успадинский районы. В Анапе созданы условия для утилизации биологических отходов. В сельских населенных пунктах оборудованы площадки для сбора биологических отходов. Организовано 9 площадок. По одной в каждом сельском округе. Кроме Витязевского сельского округа там животных нет. На площадках установлены контейнеры с крышками. Размещена информация об ответственном специалисте администрации сельского округа с указанием номера телефона. Сельскохозяйственными предприятиями Анапы приобретены специальные печи для утилизации биологических отходов. Праздник молодости и красоты. Выпускной вечер прошел в Анапе под далами-парусами. Торжественную линейку провели у нового фонтанного комплекса. Основная часть праздника состоялась на театральной площади. Выпускников поздравили первые лица города и артисты Five Star Family. Пастельные оттенки, летящие струящиеся ткани платьев. На выпускном в тренде нежность и женственность. Салонные прически, укладки и обязательно цветы в волосах. Такими выпускницы будут на всех фотографиях, сделанных в самый романтичный вечер. Уже взрослые, юноши и девушки на пороге новых историй. Начало их праздника у фонтанного комплекса. Поют фонтаны, поют в душе без пяти минут студенты. До продолжения праздничного вечера рукой подать под барабанную дробь выпускники прошли парадом до театральной площади. На музыкальной ракушке парад встретил духовой оркестр. На сцене молодежь приветствовал глава города-курорта Сергей Сергеев, председатель совета Леонид Кочетов и почетные гости праздника. Сегодня на Анавской земле праздник. Праздник выпуска, следующий этап жизни наших детей, нашего будущего, наших надежд, надежд всей нашей страны. Год выпуска 2014 уверен запомнится вам, как год сочинских олимпийских игр, год возвращения в состав Российской Федерации Крымского полуострова. Я хочу пожелать вам, уважаемые выпускники, всем осуществить свои планы. Мне хочется пожелать, чтобы взрослая ваша жизнь сложилась удачно и успешно. В этот день хочется сказать учителям нашим векам огромное спасибо за их труд, что они делают. И вы сегодня, прощаясь со школой, еще раз поблагодарите их за то, что они для вас сделали. Ведь они все эти годы вели вас по дороге знаний, отдавая вам душу и сердце. Золотому фонду Анапы 39 выпускникам-отличникам вручили золотые медали за особые успехи в учебной деятельности, учрежденные законодательным собранием Краснодарского края. Проход по красной ковровой дорожке на сцену за наградой повод особой гордости. Выпускники горды своими успехами, родители – своими чадами. Вместе с медалистами на сцену за минутой славы поднялись еще четыре выпускника. Это школьники, сдавшие выпускные экзамены на 100 баллов из 100 возможных. 22 выпускника за отличные результаты в учебе наградят золотыми медалями федерального значения. Я очень рада. Это самый замечательный день. Эмоции просто зашкаливают, потому что все выглядят красиво. И потрясающий вечер. Я надеюсь, он пройдет еще лучше дальше. И я желаю всем хорошего, такого же настроения, как у меня. Всем счастливо. Мне понравилось, как вручали медали. У нас там была наша одноклассница, и мы очень громко кричали. Я думаю, она это услышала. Вот это самое такое было, которое прямо в сердце чергалось. И тогда в этот момент понимаешь, что надо было учиться и все остальное. Чтобы там постоянно все это ощутить. Там мы! Сейчас, подожди, подожди, не подожди. Мне понравилось то, что все очень красивые, нарядные, организованные. Посмотри только на наших девочек. На них на всех посмотришь и все. Урок музыки и танцев, пожалуй, самый последний из уроков 40 минут. Музыканты группы «Five Star Family» выступали на театральной площади. Торжественную церемонию завершил фейерверк. Но праздник на этом не закончился. Расправив алые паруса, выпускники продолжили отмечать особенный вечер с учителями и родителями. До самого рассвета. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В пятницу 27 июня в Анапе будет малоулачно без осадков. Температура воздуха в дневные часы 21-23, ночью до плюс 20 градусов со знаком «плюс». Ветер переменный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – плюс 21 градус по Цельсию. Далее блок полезной информации от партнера программы – производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин